друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки оставшиеся три торговые сессии этой недели имеет очень большое значение для всех участников финансовых рынков и прежде всего для продавцов доллара потому что исходя из обновленного новостного фонда вчерашнего дня когда министерство финансового представила палате представителей обновленный фонд финансовой поддержки американской экономики уже на девятьсот восемнадцать миллиардов долларов стало уж совсем очевидно что конгресс реально пикется сейчас необходимостью поддержать экономику в условиях распространения коронавируса рекордных показателей случаев ежедневного заболевания перед праздниками и так далее мы ждали что конгресс все-таки проявит более проактивную позицию еще раньше но лучше наверное поздно чем никогда всю эту неделю точнее можно сказать что последние две недели друзья мы с вами как раз и следим за тем что будет делать далее конгресса я пожалуй рискну и все-таки предположу что пакет фискальных стимулов для американской экономики в каком-то объеме будет может быть принято в самые ближайшие дни напомню что в эту пятницу фактически стекают средства фонда на поддержке правительства соответственно сейчас конгрессу нужно поторопиться для того чтобы принять новый фонд дополнительных бюджетных расходов и мне кажется это просто идеальнейшая возможность чтобы под грифом продление продолжение работы правительства еще сюда приплести опять же немного деньжат которые падут на поддержку а корпоративного сектора и разумеется домохозяйств которые по-прежнему остро нуждаются в доп ликвидности вот в этих чеках повышенного пособия по безработице поэтому я считаю то что текущую торговую сессию четверг и пятница мы вправе ждать что какие-то конкретные заявления от нэнси пелоси от палаты представителей в целом от конгресса должны быть озвучены мы должны понять что текущий документ на девятьсот восемнадцать миллиардов долларов является более чем приемлемым и вопрос его принятия это вопрос ближайших дней то что конгресс стал активно обсуждать все-таки необходимости доп поддержки экономики это друзья какой все прекрасно знаете уже вынужденная мера потому что все американские чиновники исходя из последних макроэкономических данных уже прекрасно понимает к чему все идет если ситуация с коронавирусом ухудшится скорее всего именно это и произойдет после рождественских праздников уже поговаривают о том что в первом квартале 21 года начнется третья волна волна соответственно сейчас нужно действовать нельзя уже откладывать оттянуть резину мы ждем конечно же еще официального объявления итогов выборов в сша байден точно займет овальный кабинет и демократам ну нет смысла уже сейчас сопротивляться принятию вот этих доп мер экономической поддержки для нас друзья для продавцов доллара на фактические решения о том что согласован фонд на 908 918 миллиардов долларов или может быть пройдет старый проект республиканцев на 500 миллиардов неважно на какую сумму для нас а вот этот фонд это первый шаг довольно продолжительный и очень длинные дистанции последующего еще большего финансирования нужно начать хоть и чего-то и как только мы увидим эту новость друзья я очень рассчитываю на то что вы будете верно направлении рынка заранее поставив на снижение курса доллара а сейчас котировки по индекс американской валюты 9080 мы ждем теста поддержки 90 пунктов золото 1860 все то что я сейчас сам объяснил по поводу экономических стимулов для американской экономики их влияние на доллар все это можно накинуть в качестве первоочередных факторов движения и для золота соответственно как только будут новости о новых фондах финансовой помощи это причина для слабого доллара и фактор мощной поддержки для золотого актива 1900 1950 друзья я в этом практически не сомневаюсь но единственное что я не думаю что мы сможем до конца этого года вновь протестировать сопротивление 2000 долларов за тройскую унсу но этот уровень также пойдет потому что через какое-то время американские законодатели вернуться к вопросу еще большего стимулирования американской экономики если вы помните несколько брифингов назад я говорил что скорее всего американской экономики в перспективе 21 года предоставит примерно еще около пяти триллионов на долларов евро против американца 1 21 27 друзья каждый раз когда европейская валюта корректируется считайте что это подарок для занятия длинных позиций по более приемлемым ценам цели 1 22 1 23 остаются если вас интересуют цели отряда инвестбанков я думаю что какой-нибудь крупный найдите посмотрите в инвест декларациях что не советует своим клиентам вы скорее всего увидите значение даже повыше очень предсказуемая сделка я думаю что не нужно идти а сейчас против тренда стоит работать как раз по этой трендовой динамике и ориентироваться на еще большее восстановление в поддержку евро сейчас говорит последний отчет по индексу настроение института зью 55 с 39 существенный рост друзья это как раз рост который является подтверждением того что немецкий бизнес рассчитывать на дополнительные меры стимулирования от европейского центрального банка поэтому видит улучшение возможности экономических условий в будущем это то о чем я ранее вам говорил новые меры стимулирования в рамках европейской экономики и со стороны и цб это поддержка для а главного валютного риска поскольку это фон который улучшит экономические перспективы очень интересное наблюдение блумберг то что из восьми восьми случаях из последних десяти решений европейского центрального банка которые предполагали дополнительные меры монетарного стимулирования европейская валюта всегда откликалась на это ростом я думаю что ситуация повторится сейчас поэтому в этот четверг когда состоится заседание европейского центрального банка я думаю что евро может показать мощную восходящую на динамику фунт против доллара 13376 и тучи вокруг и относительным проекта становятся все более темными сделки по-прежнему нету и главный переговорщик атс буквально несколько часов назад выступая перед министрами финансов 27 стран европейского союза отметил что вероятность заключения торгового соглашения с англией при текущем скажем контакте и с учетом тех обсуждений которые проводятся в последние дни сведена фактически к минимуму может быть это дополнительный тревожный звоночек для тех кто все-таки верит в рост британской валюты вы знаете друзья то что я сохраняю короткую позицию потому что сторонник того что брэкзит будет жестким новозелание спортив доллара но 7060 цельную 72 пока сохраняем доллар канализ друзья мы протестировали можно сказать уже минимум за несколько лет отметку 128 вы знаете как я отношусь к в последние дни к нефти я ее на продаю поэтому после теста своего рода психологического уровня я сегодня думаю можно рискнуть и открыть длинную позицию в расчет на ослабление канадского доллара кстати сегодня 18.00 по московскому времени заседание банка канады соответственно анонс новых мер экономического стимулирования также могут негативно сказаться на канадском долларе и соответственно поддержать пару доллар канадец и при этом качестве целевого ориентира можно попробовать поставить на возвращение пары в район сопротивления 1 30 биткоин прогнозируемый дал коррекцию друзья я об этом говорил то что вряд ли мы увидим в ближайшее время тест сопротивления 20000 скорее всего сейчас нужно работать с коррекционной динамикой 18 тысяч сто девяносто восемь долларов за на один bitcoin думаю что коррекция может продолжиться и дальше ну и что касается рынка нефти 4870 держу на шорт данные от американского института нефти несколько часов назад сообщили о росте запасов сегодня ждем официальные цифры тоже фактически прирост запасов это фактор давления на котировки черного золота друзья на этом собственно все хорошего торговой сессии всем пока все хорошего